Обозреватели американского издания The National Interest опубликовали материал, в котором постарались ответить на вопрос, почему ВМФ России и ВМС США все чаще сталкиваются в Японском море. Журналисты упомянули инцидент, который произошел в районе залива Петра Великого 24 ноября. Тогда американский эсминец Джон Маккейн, который несколько дней находился в акватории Японского моря, нарушил территориальные воды России, углубившись за линию морской границы на 2 километра. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов по Международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод. После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов на эсминец Джон Маккейн американский корабль сразу же вышел в нейтральные воды. Повторных попыток войти в них американский эсминец не предпринимал, говорилось в сообщении агентства ТАСС. При этом ВМС США опровергли утверждение России о том, что американский военный корабль был вытеснен из Японского моря. Американские военные заявили, что эсминец Джон Маккейн с крылатыми ракетами типа Орлиберг выполнял служебные задачи в районе залива Петра Великого в Японском море в соответствии с международным правом на свободу навигации в международных водах. Седьмой флот США ответил на претензию достаточно резко и заявил, что эсминец не нарушал границу территориальных вод России. В 1984 году Советский Союз провел линию, определившую протяженность территориальных вод вдоль своих берегов, включая и прямую линию, которая перекрыла залив Петра Великого как внутренние советские воды. Это перекрытие протяженностью в 106 морских миль не соответствует международным законам, а Россия продолжила притязание СССР, утверждают американские военные. Проводя эту операцию, эсминец Джон Маккейн должен был продемонстрировать, что США не считают законными утверждения России о том, что залив Петра Великого является историческим и принадлежит к территориальным водам Российской Федерации, добавили в 7-м флоте США. Следует отметить, что этот морской инцидент между США и Россией последовал за аналогичным инцидентом в октябре, когда Китай также заявил, что тот же американский военный корабль вторгался в его территориальные воды. Военный корабль США Джон Маккейн назван в честь покойного сенатора Соединенных Штатов. Он входит в 15-ю эскадру эсминцев 7-го флота. Порт приписки военно-морская база Йокусука в городе Йокусуке, Япония. Корабль оснащен двумя системами противоракетной обороны ИДЖИС. Эсминец, как сообщается, несет также крылатые ракеты Томагавк, зенитные ракеты СМ-2 и противолодочные системы РУМ-139 АСРОК. РУМ-139 АСРОК